Добрый вечер, дорогие зрители телеканала Ост-Вест. В немецкой столице 7 часов вечера и в берлинской студии с вами Владислав Иванов, ведущий программы «Восток-Запад». Здесь мы каждый день по будням показываем вам главные новости Германии и мира на русском языке. Сегодня Германия выиграла еще две золотые медали на Олимпиаде в Токио. На этот раз их принесли Малайка Микхамбо в прыжках на длину и в трековом велоспорте немецкий квартет спортсменок во главе с Лизой Бреннауэр. А вот что еще произошло сегодня, 3 августа. Замглавы Баварии как лидер антивак сопротивления Хуберт Айванг принципиально не намерен прививаться и вот это уже предмет обсуждения по всей Германии. Сколько государство взимает штрафов с немцев за нарушение коронамер? Считаем на примере Штутгарта. В северный рейн Бестфалии прогнозируются новые дожди, хотя с последствиями прежнего наводнения пока не разобрались и ряд партий призывает к неочередному собранию Бундестага по данному корону. Сколько денег Зеленый планирует потратить на охрану климата? Когда и если выиграет выбор? А также в топе европейских новостей сегодня Беларусь. Таинственная смерть белорусского оппозиционного активиста в Киеве и развития событий вокруг отказа белорусской легкоатлетки возвращаться с Олимпиады в Токио домой, в Беларусь. Подпишитесь на телеканал Ост Вест в фейсбуке и ютубе и мы будем чаще встречаться. Семидневный средний показатель заболеваемости по Германии немного увеличился и сейчас составляет 17,9 на 100 тысяч жителей. Неделю назад заболеваемость по стране составляла 14,5. Как сообщает институт Роберта Коха со ссылкой на Министерство здравоохранения, в течение суток было зарегистрировано 1766 новых случаев заражения и 19 новых смертей, связанных с ковидом. На фоне этой статистики не утихают споры относительно заявлений замглавы земельного представительства Баварии и лидера партии свободноизбирателей Хуберта Айвангера по поводу вакцинации от ковида в Германии. Напомним, что еще на прошлой неделе в интервью Deutschlandfunk он критиковал кампанию вакцинации и объяснил свое нежелание прививаться наличием побочных эффектов от прививки в его личном окружении. По словам Айвангера, государство переходит красную черту, навязывая гражданам вакцинацию от короны и практически объявляя охоту на привитых, на непривитых. И несмотря на то, что он считает всеобщую вакцинацию важным средством для выхода из пандемии, именно такие меры, как ношение маски, соблюдение дистанции и бесплатное тестирование смогут, по его мнению, позволить обществу избежать последующих локдаунов. Журналисты газеты Augsburger Allgemeine захотели выяснить, как воспринимают немцы позицию Айвангера и поручили Институту расследования исследования общественного мнения Сивой провести репрезентативный опрос на эту тему. Вот его результаты. Согласно опросу, большинство немцев, чуть больше 63% опрошенных, считают ошибочными критические заявления Айвангера. Чуть больше четверти респондентов заявили, что считают позицию Айвангера скорее верной или однозначно верной. Причем, смотрите, радикальных ответов и в той, и в другой категории большинство. Они выделены на этом графике более темным цветом. А вот что еще интересно. Большинство поддержки заявлений Айвангера исходит от избирателей правой консервативной партии АДГ. 74,8% из них заявили, что считают утверждение Айвангера однозначно правильно. Наиболее сильное неприятие было среди избирателей зеленых. 73% респондентов заявили, что утверждения Айвангера явно неверны. Свой гнев по поводу заявлений Айвангера выразил также врач Манфред Вагнер из баварского города Фюрт. Вот что он сказал в своем эмоциональном видео, которое он выложил в инстаграме. У меня просто нет слов. Как может кто-то, кто несет политическую ответственность и занимает пост заместителя главы Баварии, давать такие интервью? По моему мнению, интервью с точки зрения риторики было построено очень удачно, и в этом его опасность. В этом мастерство Айвангера. Он говорит о взаимосвязях, которых нет. Но из его уст все звучит очень логично. Но в конце концов, это смесь неверной информации, осознанной дезинформации и недостатка знаний, в котором он в некоторых местах признается. Ассоциация врачей общей практики раскритиковала решение министров здравоохранения о вакцинировании детей и подростков. Председатель ассоциации Ульрих Вайгельт в интервью издания «Экспрессионс Найфторичланд» заявил, что прививать детей — это пренебрежение к компетенции постоянной комиссии по вакцинации, ведь пока эта комиссия, которая представлена группой политически независимых экспертов, не дает никаких общих рекомендаций по вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вайгельт подчеркнул, что в итоге это решение может носить исключительно политический характер и приведет к росту общей обеспокоенности граждан. А вот профсоюз образования и науки высказался за вакцинацию для школьников. Председатель профсоюза Майки Финнерн сообщила все тому же Редакционственная сверхдойчланд, что особенно с учетом растущего числа инфекций из-за более заразного варианта Дельта необходимо вакцинировать как можно больше учителей и учеников. В то же время она призвала приложить больше усилий для оснащения школ фильтрами для очистки воздуха. При этом глава той самой постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс в интервью к газете «Шпигель» сказал, что в ближайшие 10 дней комиссия выступит с официальными заявлениями по поводу вакцинации школьников. На критику Ассоциации врачей общей практики уже успел ответить министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. В интервью РББ Инфорадио он поддержал решение федерального правительства вакцинировать школьников и сказал, что никаких противоречий с установками постоянной комиссии по вакцинации он здесь не усматривает. Шпан также подчеркнул, что решение о вакцинации детей, хотя это очень эмоциональный вопрос, остается добровольным. Вот почему это очень-очень важно для нас. Мы подчеркиваем, что речь не идет о применении давления. Речь о том, чтобы дать возможность тем, кто хочет пройти вакцинацию, сделать это вместе с их родителями. С начала августа в Германии действуют строгие правила с обязательным тестированием и карантинными требованиями для возвращающихся путешественников. В частности, и зон с высоким риском короны, и зон с вариантами вируса. Правила действуют для тех, у кого нет при себе сертификата о прохождении вакцинации или о выздоровлении. Вернувшихся из отпусков, но не соблюдающих правила, ожидают большие штрафы от 50 до 3000 евро. Впрочем, государство не вчера начало взимать эти штрафы. Газета Штутгарта на Хриттен, в частности, подсчитала, что только в Штутгарте с начала пандемии и только в части нарушения правил социальной дистанции было выявлено около 10 тысяч разбирательств, по итогам которых было собрано штрафов почти на 2 миллиона евро. Еще свыше 80 тысяч за участие в таких незаконных в период пандемии мероприятиях, как свадьба или вечеринка в честь дня рождения. Штрафы за нарушения, связанные с запретом на выход из дома во время карантина, принесли казне около 154 тысяч евро. Еще больше нарушений из-за требования ношения масок на общую сумму около 170 тысяч. А рестораны нарушили правила на общую сумму 33 тысяч евро. В Британии пошли вниз цифры по заболеваемости коронавирусом. И это несмотря на то, что начиная с 19 июля Великобритания сняла практически все ранее введенные в стране карантинные ограничения. Сейчас количество ежедневных новых заражений сократилось почти вдвое с пикового момента, который совпал с чемпионатом Европы по футболу. Было выше 50 тысяч в сутки, а на 2 августа меньше 22 тысяч в сутки. Тему продолжит моя коллега Кристина Гомес-Ревелло. Отслеживать случаи заражения британцам помогает специальное приложение. Оповещения основаны на алгоритме, который использует Bluetooth для отслеживания тех, кто находился в пределах двух метров от человека с заболеванием на протяжении 15 или более минут в течение последних пяти дней. Однако критики этого алгоритма отмечают, что лишь в редких случаях люди, получившие так называемые пинк-уведомления от приложения, в действительности были заражены короной. Для большинства подобное уведомление оказывается ложной тревогой. При этом тысячи людей, у которых есть такое приложение на телефоне, вынуждены были уйти на самоизоляцию, что негативно сказалось на ситуации в бизнесе. Так, одна из сетей супермаркетов предупредила покупателей, что они смогут найти необходимые товары, но не любого бренда. А другой сети и вовсе пришлось закрыть часть своих магазинов. А в середине июля на день пришлось закрыть целую ветку лондонского метро, из-за того, что несколько сотрудников получили пинк-уведомления и были отправлены на карантин. Несмотря на то, что только за июль приложение предотвратило до двух тысяч случаев заражения в день, правительство Великобритании все-таки решило внести изменения в работу приложения. В будущем оно будет срабатывать только в случае, если в течение последних двух дней у пользователей был контакт с заболевшим коронавирусом. Также, начиная с середины августа, те, кто уже полностью вакцинирован, не должны будут самоизолироваться, если их собственный тест не будет положительным. Спасибо, Кристина. Тут уместно напомнить, что в Германии еще более года назад было создано и заработало подобное британскому телефонное приложение. Corona App, создание которого финансировало правительство Германии, что обошлось в 20 миллионов евро. Давно ли вы о нем слышали? Министр здравоохранения Йенс Шпан тогда пояснил, что пользоваться им людям предлагается добровольно. А оксфордские ученые отмечали, что такой телефонный ап может быть эффективным только если его скачают 50-60% населения. Что пока не произошло в случае с британским приложением тоже. Не все спешат делиться своими личными данными. На создание Corona App в Германии ушло несколько недель работы и 20 миллионов евро. А дальше были операционные расходы. 2,5-3,5 миллиона евро ежемесячно. Операционным обслуживанием должна была заниматься компания Deutsche Telekom. И, видимо, занимается до сих пор. А люди в Германии, если и пользуются каким-то специальным приложением в пандемии, то это App Luka, позволяющий анонимно регистрироваться при посещении ресторана. Чтобы санитарные власти могли выйти на человека в случае, если кто-то заболеет из посетителей. Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мюценех призвал к скорейшему созыву внеочередной сессии Бундестага, чтобы получить фонд восстановления после наводнения на юго-западе Германии. Мюценех рассказал газете Райниша пост, что с точки зрения его партии, парламент должен обсудить юридические требования во время летнего перерыва и быстро принять решение. Все это должно произойти уже в августе. И, по мнению Мюценеха, каждый день на счету. Ранее на проведение внеочередной сессии Бундестага уже высказывались представители партии свободных демократов и зеленые. Генеральный председатель СВДП Фолькер Виссинг в интервью Deutschlandfunk сказал, что решаться вопрос о выделении средств для помощи пострадавшим регионам должен именно в парламенте, а не на заседаниях конференции глав федеральных земель. Премьер-министр земли Северной Рейны Вестфалия Армен Лашет и федеральный министр финансов Олаф Шольц в свою очередь в очередной раз пообещали финансовую помощь жертвам наводнения. Шольц подчеркнул, что восстановительные работы обойдутся властям в рекордные для наводнений миллиарды евро. Оба сегодня посетили пострадавший от наводнения район Штольберг в Северном Рейне Вестфалии. Как сообщила Государственная канцелярия Северного Рейна Вестфалии, двух кандидатов в канцлеры информировали о текущей ситуации, в частности о проводимых работах в Штольберге недалеко от Аахина. Кроме того, в планах у обоих встретиться с местными предпринимателями, чей бизнес особенно пострадал от наводнения. Тем временем немецкие ментеослужбы предупреждают об опасности новых штормов в Германии сегодня вечером. Циклон Анри движется из Франции в Германию и грозит принести с собой сильные грозы в Центральной и Южной Германии. Высока вероятность сильного дождя и в уже сильно пострадавшем от наводнения районе Арвайлера, земли Райнен-Фальц. И снова много новостей, связанных с Белоруссией. Украинская полиция сообщила, что пропавший накануне белорусский активист Виталий Шишов найден мертвым в парке, рядом с которым жил. Его нашли повешенным. Мобильный телефон и личные вещи были при нем. Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью прошлого года, после выхода на протесты в Гомеле в августе. В белорусском доме он помогал таким же уехавшим. Проводил акции против режима Лукашенко, подавал обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусской диаспоре в Украине. Журналист-расследователь Христо Грозев говорит, что по данным Белиткэт, в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ, которые интегрировались в оппозиционные белорусские группы. Виталий Шишов был одним из лидеров такой группы, общественной организации «Белорусский дом» в Украине, которая опубликовала заявление на своем телеграм-канале. За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Пропавшего Виталия Шишова искало множество волонтеров. Среди них его коллега по Белорусскому дому в Украине Юрий Щучко. Я думаю, что это агенты спецслужб белорусы и лично, наверное, Александр Лукашенко, та часть его гвардии, из которой он и смертся. Я уже опять же повторюсь, это была показательная казнь для того, чтобы запугать всех активных людей в Украине. Украинская полиция объявила о начале расследования этой смерти по статье «Убийство», отметив, что следователи прорабатывают версии самоубийства, а также убийства с имитацией самоубийства. Обстоятельства гибели Виталия Шишова обсуждались также на сегодняшней встрече с Светланой Тихановской с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время ее визита в Лондон. Я бы предпочла дождаться результатов расследования, потому что пока я не могу понять настоящую причину этой смерти. Я бы сказала, что это преступление, но я не могу сказать ничего конкретного без результатов расследования. Это наша боль, когда невиданных людей похищают или убивают приспешники режима. Я могу исчезнуть в любой момент. Я понимаю это, но я продолжу делать то, что делаю. Я должен делать то, что я делаю. Если я откажусь ехать домой и выйду на дистанцию в 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды. И были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится. Ключевая фраза стала, что решение о том, что ты должна ехать домой, приняли не мы, это приняли другие люди. Нам просто приказано это исполнить. Конкретно сейчас я просто хочу безопасно добраться в Европу, там встретиться с фондом, с людьми, которые мне помогают. Принять, наверное, совместно какое-то решение, как дальше мне поступить. Очень бы хотелось, на самом деле, продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года. И у меня были планы еще как минимум на две Олимпиады. Я не думала пока, за какую страну я буду выступать или продолжу, допустим, выступать все-таки за Беларусь, либо нейтральный флаг. На данный момент все, что меня волнует, это моя безопасность. Международный Олимпийский комитет сегодня объявил, что начнет расследование эпизода с Тимановской. Мы решили, что неудивительно начать официальное расследование, которое будет вести администрация Международного Олимпийского комитета. Нам нужно установить все факты, мы должны выслушать всех участников событий. Это, конечно, займет время, но также очевидно, что наша первая забота о самой спортсменке. Муж Тимановской, Арсений Зданевич, еще в воскресенье уехал на машине в Украину. Ранее сообщалось, что Минск покинул и он, и ребенок спортсменки. Но на самом деле уехал только муж. Детей у молодой пары пока нет. Это все происходило очень спонтанно. Мне нужно было в течение часа собрать по максимуму вещи, купить страховку медицинскую, купить страховку на машину. И выдвигаться. То есть из вещей я взял только самое необходимое. То есть это буквально пару маек, пару шорт, штаны, носки. То есть вещи первой необходимости. Я боялся за то, что с помощью меня могут каким-то образом повлиять на Кристину. То есть оказать какое-то давление. Поэтому, чтобы этого избежать, я решил уехать. Я скорее испытывал гордость, что она не побоялась сказать о проблеме, которая присутствовала на данный момент. И в принципе было непонятно, почему так ситуация развилась. Потому что Кристина ничего такого не сказала в своих высказываниях. Ничего оскорбительного и дискредитирующего нашу команду. В Украине сейчас, на данный момент, я чувствую себя в безопасности. Хоть несмотря на новости о том, что сегодня произошло вроде как убийство, но там еще разбираются. Поэтому я стараюсь не выходить из дома. То есть везде, если куда-то я выхожу, я выхожу не один. А вот видео, которое распространило сегодня Министерство внутренних дел Литвы. Это было снято в минувшие выходные с вертолета. Большая группа мигрантов направляется к границам Европейского Союза в сопровождении белорусских пограничников, которые фактически показывают им дорогу. Литва заявляет, что ее пограничники получили приказ разворачивать такие группы, если понадобятся силы в обратном направлении. Приток мигрантов в Литву из Беларуси, при этом родом из Ирака, считается спецоперацией Александра Лукашенко в качестве ответа на введенный ЕС в отношении Беларуси санкции. С начала года таким образом в Литве оказалось уже 4000 человек, и в основном они совершали этот переход через границу летом. Литовские власти почитали, что если учесть, что число запланированных рейсов из Ирака в Минск в августе утроилось, а граница между Беларусью и Литвой фактически прозрачная на протяжении 679 километров, следует ожидать, что как минимум 10 тысяч мигрантов из Ирака попытаются в ближайшие недели и месяцы попасть таким образом в Европу при помощи белорусских властей. В понедельник европейские власти пообещали выделить миллионы евро на то, чтобы помочь Литве справиться с миграционным кризисом. Самую масштабную программу по защите климата, которую когда-либо видела Германия, ни больше ни меньше, представили главы партии «Зеленые». Для пресс-конференции Анналина Бербок и Роберт Хаббек выбрали не душный зал где-нибудь в правительственном квартале столицы, а национальный парк Бизенталярбекен в 60 километрах от Берлина. Они пригласили журналистов на прогулку по болоту и отметили, что это символичное место. Нет, не потому что мы все погрязнем в новых правилах. У болот есть потенциал спасти мировой климат, и их, в меньшей степени, чем леса, можно назвать легкими планетами. Они поглощают углекислый газ. 5% всех выбросов СО2 Германии происходят от искусственно осушенных болот. Поэтому снова затопить болоты Германии – один из важных пунктов экстренной программы «Зеленых». Что в ней еще? В следующем законодательном периоде мы примем самую масштабную программу по защите климата, которая когда-либо была в этой стране. Для этого мы сократим процессы согласования между отдельными министерствами. У нас больше нет на это времени. Вместо этого мы примем 100-дневную экстренную программу. В соответствии с ней должна быть создана рабочая группа правительства, которая будет заседать еженедельно и максимально быстро вносить изменения в законы. Главным в этой рабочей группе должно стать Министерство по защите климата. Оно должно быть наделено правом ВЕТА, если другие министерства принимают законы, усугубляющие глобальное потепление. Кто проповедует защиту климата, тот должен строить ветряки. Все условия для этого мы создадим за эти 100 дней. 2% территории Германии должны быть отведены под получение ветряной энергии. Без возобновляемых источников энергии мы не сможем достичь климатической нейтральности. Речь идет о сокращении выбросов СО2 и ускорении отказа от угля. И тут мы тоже не должны полагаться на бизнес. Мы должны прописать минимальную цену на выбросы углекислого газа, как минимум 60 евро за тонну, чтобы те компании, которые работают климатически нейтрально, получили конкурентное преимущество. Кстати, за счет продажи сертификатов на выброс углекислого газа СО2 немецкое правительство заработало рекордную сумму в 2020-2021 годах. Цена на инсертификаты в последнее время резко выросла. В начале 2019 года предприятия платили 25 евро за тонну, сейчас уже 50. Соответственно, и доход немецкого государства с вредных выбросов предприятий подскочил в несколько раз. Но достаточно ли этого для финансирования абициозной программы, представленная сегодня предусматривает дополнительные траты на защиту климата в размере 15 миллиардов евро в течение следующих четырех лет? Чтобы продвигать меры по защите климата, нужны деньги. Кто-то должен будет за это платить. И политические дебаты не принимают во внимание тот факт, что если этого не сделают общества, то есть государственный бюджет, который, кстати, выглядит очень хорошо, как последствия того, что все мы так старательно работаем и честно платим налоги, то это придется сделать частным лицам или предпринимателям. А на Лена только что об этом говорила. Бизнес готов, но они должны как-то собрать и выделить деньги. На этом у меня все на сегодня. Вы смотрели программу «Восток-Запад» на канале Оствест. В студии был Владислав Иванов. Завтра с новостями вас будет знакомить моя коллега Валерия Добральская. Хорошего вам вечера. Пока. Подпишитесь на телеканал Оствест в Фейсбуке и Ютьюбе. И мы будем чаще встречаться. Субтитры подогнал «Симон»!